Уксус, он обои съедает, но вот так мы пшикаем. Дышать, конечно, не очень приятно. Сами понимаете, это чистый уксус. Уксусная обработка стен в семье Погорельцев-Дубениных – процедура еженедельная. Тем не менее, плесень здесь повсюду. И в спальных троих ребятишек, и в зале, и в кухне. Плюс ко всему, в квартире дважды в день приходится собирать влагу с окон и подоконников. Так что хозяева называют свой дом не крепостью, а сауной. Все пострадавшие говорят спасибо большое за то, что мы не на улице. У меня дома такого не было. И мне вот обидно, что сейчас дети, половину наших детей дышат вот это вот. С плесенью и капелью с потолка воюет еще одна многодетная семья Еремеевых. Их жилище также сгорело, а взамен они получили дом, который не могут нормально протопить. Водопровод постоянно промерзает. Как результат – сырость, грибок и целая комната, абсолютно непригодная для проживания. Здесь я купила шифонер, поставила шифонер вот сюда. У меня все белье заплесенело, я его гладила каждую неделю. Все, весь шифонер привела. Мне же пришлось его к сыну в комнату убрать, что там посушить. Жалуются погорельцы и на кражу квадратных метров. Многие, получив документы о собственности, обнаружили, что их дома должны быть больше. Но на деле приходится довольствоваться площадью поскромнее. Кроме того, многим местным жителям пришлось вложить сотни тысяч в ремонт. И это учитывая, что квартиры сдавались под ключ, полностью готовые к комфортному проживанию. О том, что идет что-то не так, погорельцы начали догадываться еще летом, когда стройка только набирала обороты. Люди настойчиво требовали внимания и от местных властей, и от Владимира Путина, который посещал Хакасию не один раз. Вы сейчас уедете, так оно и останется. Пожалуйста, помогите. Мы специально далеко ехали к вам. Помогите нам. Впрочем, сегодня от Хакасской стройки века пострадали не только погорельцы, но и сами строители. Более 70 человек до сих пор не получили зарплату. Виновным они считают главу фирмы генерального подрядчика Василия Смольникова, который объявлен в международный розыск. Строители получили допуск к его финансовым документам. Изучив небольшую часть, были потрясены. Директор Черногорского отдела строя Смольников Василий Васильевич оплатил себе за люкс номер здесь на базе отдыха 970 тысяч. Допустим, обошелся у него за лето номер. Пуршет за 570 тысяч. Строители сдаваться не намерены. Они уже объявляли голодовку, сейчас готовят документы в суд и целыми семьями ходят на митинги. Власти Хакасии обещают, что каждую жалобу рассмотрят индивидуально, а со строителями рассчитаются, как только пустят имущество беглеца Смольникова с молотка. Однако вопрос, почему вообще была допущена подобная халатность, так и остался без ответа. Эти замечания, как говорится, устранять. Я думаю, что гражданам надо просто маленько потерпеть. И граждане терпят, признавая, что ничего другого им не остается. А пока власти пытаются урегулировать ситуацию, пишут стихи на злобу дня. Кто нас ограбил? Где наши зарплаты? Кто здесь сыграл лишающую роль? Быть может, Путин земляным заплатят. Они все строго брали под контроль. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Республика Хакасия.